МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа Новосибирск Международный, гид по событиям международного значения в столице Сибири. И я, ее ведущая, Наталья Лядова. Сегодня в программе. Бинокор в Новосибирске. Юные хоккеисты из Ташкента прибыли сыграть с новосибирскими командами. Как прошел товарищеский матч и почему игра с историческим значением? Перевозки контейнеров на западно-сибирской дороге выросли на 14,3% в январе-августе этого года. Как именно? Новосибирский электродный завод группы ЭПМ к 45-летию упустил в работу смесительный комплекс Айре. Как это позволит укрепить свои позиции на международных рынках? Узбекско-русский хоккей. Целых пять матчей. Как, а главное ради чего боролись на льду в Новосибирском центре зимних видов спорта? Государственный праздник Республики Узбекистан – День независимости в Новосибирске в этом году особенный. Через пару минут прибывает самолет из Узбекистана со спортивной делегацией. Юные хоккеисты едут знакомиться с новосибирской командой. Не каждый день в аэропорту так звонко встречают гостей. 18 ребят сборной от детских хоккейных клубов «Бинокор» прибыли из жаркой республики ради игры на холодном льду в Сибири. Повод значительный – 28-летие независимости Республики Узбекистан. Ради такого события оставил все свои дела и главный фанат хоккейного клуба «Сибирь» – усатый в каске. Здесь сегодня со своими и не с пустыми руками, а с пирогами. Мы болельщики Сибири, и мы постоянно мотаемся по стране, ну и также за рубеж ездим. Нам очень хочется побывать в Узбекистане. Это сегодня такой первый приезд. Начнем с детей, но будем надеяться, что скоро увидим и вашу узбекскую команду. Мост дружбы и сотрудничества между Узбекистаном и Сибирью строит именно молодежь. Встречать гостей приехал и генеральный консул Узбекистана. Вы не поверите, в течение месяца мы с командой мэрии города Новосибирска это организовали. И вот на сегодняшний день мне приятно видеть детей на земле Российской Федерации, на русской земле узбекских детей, которые будут играть с ребятами Новосибирска. Я думаю, что эта встреча послужит дальнейшему дружбе наших детей в будущем. Это дерево на перспективу. Через 10 лет я думаю, эти ребята будут такими друзьями, близкими. На стадионе «Локомотив» серия товарищеских матчей между ребятами до 15 лет из Ташкента и новосибирскими юными хоккеистами. Все по правилам, принятым Международной Федерацией хоккея на льду. Турнир состоит из трех периодов с двумя минутными перерывами. Но это не просто игра в хоккей с шайбой, а формирование крепких узбекско-российских отношений. Чтобы не ссорились, жили мирно. В конце все узнаем. Выиграли, проиграли. Серия товарищеских встреч у ребят из Узбекистана не единственный пункт в богатом досуге. Программа обширная. От гастрономических угощений до показа достопримечательностей. Но для настоящих хоккеистов важнее получить опыт. Мы хотим всех выиграть. А посмотреть город хочется или только поиграть? Только поиграть. В основном поиграть, да. Эти ребята не просто играют, а продолжают историю старейшего хоккейного клуба Узбекистана «Бинокор». Его возродили более пяти лет назад. На сегодняшний день он один из грандов чемпионата Узбекистана по хоккею. У нас есть стремление, если вы знаете, в этом году команда «Хумо», именно с Ташкента, команда, она сейчас заявилась в высшей хоккейной лиге. Еще одна команда, она выступает в казахской хоккейной лиге. Надеемся, что через два-три года, как раз-таки ребята, когда подрастут, что команда из Ташкента будет выступать и в КХЛ. Три дня игры показали не кто сильнее, а насколько крепки дружеские отношения среди детей наших стран и их большие намерения. Возможно, через пару лет мы увидим их уже в роли спарринг-партнеров «Сибирь-Новосибирск». В январе-августе 2019 года по западно-сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 232,3 тысячи контейнеров 20-фунтового эквивалента, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Во внутреннем сообщении отправлено больше почти на 2%, в транзитном на 20%, в экспортном на 6%, а в импортном, как и в транзитном. Как мы видим, процентное соотношение перевозок груженных контейнеров во всех видах сообщения в январе-августе выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4% и составило 125,7 тысяч 20-фунтового эквивалента. Всего перевезено 2,2 миллиона тонн грузов, что почти на 3% больше. В лидерах по грузоперевозкам, как мы видим, оказался хлопок в 22,7 раз больше. Далее металлические конструкции показатель увеличился почти в два раза. Похожая ситуация с зерном, химическими и минеральными удобрениями, бумагой. Также отличились и лесные грузы, и продовольственные товары. На ЭПМ Новосибирском электродном заводе введен в эксплуатацию новый смесительный комплекс «Айрих». Эта часть масштабной инвестиционной программы группы ЭПМ реализует успешно уже третий год. Общий объем инвестиций в модернизацию оборудования Новосибирского электродного завода до 2020 года составит всего 1,5 миллиарда рублей. «Инсталировать, чтобы электроды в высшем качестве производить и продавать электроды в высшем качестве». «Наш декоративный апрел dieses Jahres» «Инсталировать, чтобы электроды в высшем качестве производства». «Инсталировать, чтобы электроды в высшем качестве производства» «Инсталировать, чтобы электроды в высшем качестве производства» «Инсталировать, чтобы электроды в высшем качестве производства». и для развития. Всего доброго всем вам и вашему компоненту. Завод поставляет свою продукцию в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Северную и Южную Америку, Австралию и даже Юго-Восточную Азию. Половина выручки от экспортных парадаж. Я думаю, что это будет очень большой шаг вперед для завода. Мы сможем с точки зрения технологии шагнуть вперед. Мы станем более конкурентно способны. Мы сможем более эффективно продавать нашу продукцию на нумерном рынке. Программа «Новосибирск международный» решила объявить конкурс на лучший рассказ о своем незабываемом отдыхе в разных странах. Для того, чтобы принять участие, необходимо выложить пост со своей фотографией с отдыха и написать в свободной форме интересную историю. Обязательное условие отметить нас на фото и в комментариях указать хэштег, который вы видите сейчас на экране. Главный приз вы сможете рассказать про отдых у нас в эфире. Итоги подведем уже в конце этой осени. Если вы хотите далее знать о важных событиях международного характера в Сибирском федеральном округе, следите за анонсами на нашей странице. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин